Сегодня красноярцы члены регионального штаба движения Народный фронт встретились с губернатором впервые в таком составе. Что обсуждали на совещании, чем планируют заниматься общественники, репортаж Марии Семеновой. Встреча членов Народного фронта с губернатором проходила в правительстве Красноярского края. Они собрались специально, чтобы познакомиться и наметить план совместной работы. Как выяснилось, друг от друга глава региона и общественники ждут помощи. Народный фронт в России создавался специально, чтобы простые горожане, специалисты в той или иной области, стали этакими советниками при власти. Задача решать социальные проблемы и доносить до чиновников, чего хотят люди. В составе организации учителя, медики, молодежь, представители бизнеса, общественных и политических объединений. Тема, которую предстоит нам решать, я думаю, в ближайшем будущем. Есть уже проект ОНФ, называется «За честные закупки». И утверждают СМИ, что уже выявлены нарушения на сумму 40 миллиардов рублей по России. Госзакупки – острая тема и в Красноярске. В нашей программе мы не раз рассказывали, с помощью каких уловок законодательство в этой области нарушают. Члены Народного фронта планируют разбирать разные вопросы. Проблемы ремонта дорог, здравоохранения, образования, энерготарифов и даже патриотизма. Почему в Народном фронте? Потому что я работаю в системе образования. Мне кажется, как и в любой другой отрасли, в образовании есть очень много вопросов, которые нужно задать. Нужно донести до первого лица государства. Сейчас будут создаваться рабочие группы и комиссии. Каждая возьмется курировать конкретную сферу. Губернатор с членами фронта соглашается работать только сообща и даже давать интервью всем вместе. Мы вместе с этим не можем. Я не могу во фронте. Во фронт у нас линию держать в училии. Для меня очень хорошие помощники, с другой стороны хорошие контролеры. Сегодняшние задачи можно решить только опираясь на гражданскую инициативу. Раньше можно было за счет административного ресурса. А сегодня только включение всего общества, помощь общества является залогом успеха того, какие результаты мы будем иметь. Знакомство с главой региона прошло успешно. Как часто будут встречаться, пока не решили, но уже наметили первые шаги по взаимодействию. Мария Семенова, Эдуард Ляйс, Вести, Красноярск.